Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Поддержка махитаристской конгрегации. Место поклонения христиан в Бюрокане еще не полностью изучено. Посол ОАЭ ожидает особого участия Армении в выставке в Дубае Экспо. Турция официально передает США российские С-400 для изучения в обмен на Ф-35. Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии. В греческом городе Каламата открыли памятник жертвам геноцида против армян. Зар Тирлау, Маркарита, Симонян и Тигран Кесаян поют гимн Западной Армении. Армянская конгрегация махитаристов острова Сан-Ладзара, город Венеция, благодарит всех за поддержку и помощь монастырю, которую многие вызывались оказать в связи с бедствием и ущербами, нанесенными наводнением. Мы хотели бы оповестить вас, что работы по восстановлению очистки и приведению в порядок церкви, внутреннего дворика, трапезной, музея печати и других помещений находятся на первом этаже монастырского комплекса, которые были полностью затоплены. А также сама структура монастыря нуждается в новом техническом оборудовании. Для того, чтобы возместить ущерб, причиненный наводнением, и начать новые работы по укреплению и поднятию уровня защиты монастыря и сохранению всего культурного наследия, находящегося в нем, все наши друзья, благодетели, а также небезразличные люди, которые хотели бы внести свой вклад, могут сделать пожертвование на этот номер счета. Пятиэтажные пещеры Зах расположены в провинции Салхан, бюроканской провинции Западной Армении. Пещера, которая состоит из пяти отдельных этажей, привлекает внимание к своей архитектуре, типичной для того времени. Сторона каньона, обращенная к реке Арацани, имеет высоту в 300 метров и имеет диагональные переходы между этажами. Круглые дымоходы проходят между этажами. На первом этаже есть кладовые, на среднем этаже – жилые комнаты, а на верхнем – комнаты для женщин. На вершине пещеры есть смотровые башни. Предполагается, что сооружение относится к V-VII веку. Посол Объединенных Арабских Эмиратов Республики Армения Мухаммед Иса Аль-Катам Аль-Зааби ожидает, что Армения примет участие в Дубае-экспо, которое пройдет в УАЭ в 2020 году. Ожидается, что через шесть месяцев Дубай посетит около 25 миллионов человек. Более 200 участников, в том числе 190 стран, подтвердили свое участие в мероприятии. Посол также коснулся достопримечательностей Объединенных Арабских Эмиратов и рассказал об инициативе ОАЭ объявить 2019 год годом терпимости. В Анкаре высказались за передачу технологий российских С-400 Вашингтону. У российских систем ПВО С-400 могут возникнуть серьезные проблемы после того, как Турция официально заявила о готовности передать технологии российских С-400 американской стране. Подобное решение в Анкаре приняли после того, как США заявили о готовности возобновить продажу истребителей F-35 в случае сотрудничества Турции с США по вопросам системы С-400. Сегодня мы начали работу по созданию механизма по оценке влияния С-400 и F-35. Процесс будет проходить вместе с США, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Колын. Учитывая тот факт, что оценка влияния предусматривает в первую очередь демонстрацию российских систем ПВО американской стране, а также означает передачу информации о функциональных возможностях российских С-400, в том числе и с демонстрацией работы систем по обнаружению истребителей пятого поколения. На сегодняшний день, несмотря на существующие разногласия между Турцией и США, страны остаются военными партнерами и передачей технологий российских С-400 США означает серьезную угрозу для России и стран, эксплуатирующих эти системы ПВО. Вторая по мощности сирийская гидроэлектростанция Тишерин в провинции Алеппо перешла под контроль правительственных сил, сообщает ТАСС. С понедельника российская военная полиция начнет патрулировать район вокруг этого стратегически важного объекта. Тишеринскую ГЕС построили в Ефрате, выше по течению от водохранилища Эль-Асад. Около 20 лет назад российские сирийские инженеры ее мощность составляет около 630 мегаватт. В ходе гражданской войны ее захватили и долгое время контролировали боевики ИГИЛ. В середине ноября правительственные силы заняли также самую большую стране ГЭС в городе Эд-Тапко в провинции Ирака. Муниципалитет греческого города Каламата откликнулся на просьбу местной армянской общины и одобрил решение установить памятник жертвам геноцида против армян. Церемония открытия памятника прошла 17 ноября в присутствии главы епархии Армянской апостольской церкви Греции архиепийского Гегама Хачаряна. Местные чиновники и депутаты присутствовали на церемонии, которая предшествовала литургии в часовне святого Николая Эфесского. Часовня предоставляется местной армянской общине для проведения служб. Главный редактор Russia Today Маргарита Симонян и режиссер Тигран Киасаян решили провести вечер пятницы в армянском ресторане с друзьями. Симонян разместила видео, где с армянскими друзьями, в том числе старшей дочерью с Тиграна Александрой, громко и с душой поют гимн Западной Армении за Армейш Ляу. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Хазеш Сардарапат. Хазеш Сардарапат Хазеш Сардарапат Хазеш Сардарапат Субтитры создавал DimaTorzok